Вот оно, вот оно, меню моей мечты без логотипа и с замененными звуками, так что теперь у нас звуки огнеметов вместо стандартных и какое-то вот такое, да, соответствующая теме вирусов Круатуан, который у нас написан на стенках какого-то грязного гаража. Видимо, это такое предупреждение, чтобы мы отсюда убирались, потому что тут царит Круатуан и тут уже была пролита первая кровь, в скором времени будет пролита вторая, а затем третья и возможно уже даже не кровь, а что-то гораздо хуже будет пролито, потому что это только В1 и в одиночной игре мы не сможем этого увидеть, потому что нас предостерегают, чтобы мы убирались отсюда, тут царит Круатуан, тут царит вот смерть, тут смерть нарисована. И тут на самом деле использованы скрипты из First Encounter, вот, поэтому нам не хватает уровня Хаджипсута. Поэтому давайте мы начнем с разделения экрана, пардон, на таком уровне, который соответствует нашему познанию великой техники тиммаппинга, иначе нам просто не познать его глубокую философскую суть, хотя, что уж там, нам и так его не познать. Ну куда нам, посмотрите вот на это. Это вне нашего узкого понимания, ну, тут нужно быть каким-то мастером, гуру, чтобы в этом всем курить, и, наверное, пока автор лично мне объяснит, нам не проведет там несколько семинаров, мы просто будем к этому относиться, как к какому-то там нубству, хотя на самом деле это очень высокое искусство, мы там убедимся. Да. Сначала это высокое искусство начинает с текстуры, в которой говорится про зомби, и которая не помещается. Не помещается на экране, и кто-то решил записать голос на еще более ужасный микрофон, чем я. Кого-то очень рано утром принесло, и он долго стучал в дверь, пока мы к ней не подошли, и пока мы не собрались открыть ее по-простому. Ну, знаете, для Сэма это слишком просто, открыть дверь по-простому, потому что Сэм спит на каменной вообще кровати, сделанной из пола в Великом соборе, он спит вот на каменной подушке. И, насколько я понял, он еще и видит в темноте, потому что комната без окон, без лампочек, все вот так вот ярко-пестрое. Это единственное объяснение, которое у меня есть, это то, что на самом деле Сэм видит в темноте. И для того, чтобы видеть в темноте, он принимает вот эти вот таблетки. Все, что есть у него в комнате, это каменная кровать с каменной подушкой, шкаф с тремя таблетками и запасным молотком, еще большим, чем тот, который он держит в руках, и тот, с которым он спал на каменной кровати. Вот это вот кресло, которое чернеет. Это в совокупности с этой музыкой, которая играет, музыка из Resident Evil, мы сразу понимаем, что Сэм очень суровый чувак, но происходит здесь что-то явно неладное. Сэм недавно прибил эту картину с его замечательным молотком, и, видимо, поэтому пришли соседи, которым не нравился звук прибивания, прибивания воздуха. Я сейчас прибиваю воздух, да, соседи решили его потревожить. Давайте вот так вот по-простому откроем дверь, вообще по-простому, по-пацанскому. И вот из-за того, что мы так ее небрежно по-простому открыли, из нее исчез нижний полигон, это нехорошо. Поэтому давайте на всякий случай возьмем дробовик Витька. Но нам помешал зомби, которого зовут ААА, да, так нам сказал месседж триггера. И, судя по всему, этот зомби пределан к муэм праши, который сейчас будет вот так вот стрёмно двигаться в нашу сторону. Но, да, на самом деле я сейчас докажу, что это не зомби, а привидение. Потому что зомби не может вот так вот находиться просто в воздухе, без ног. Хотя, вот нам говорят, что это зомби, но вы не верьте. Видите, вот это привидение, за ним даже шкаф исчезает. В этом шкафу у меня хранится, наверное, еще третий запасной молоток. Я его вот так вот специально спрятал в исчезающем шкафу. Вот прибежали зомби настоящие, это сразу видно, что зомби. Все знают, что зомби сделаны из костей. И вот этот черный стул особенно, наверное, точно знают. Да, что я несу. Наверное, на меня подействовал исчезающий шкаф. Ну, да, я продолжу доказывать, что это все-таки привидение, а не зомби. Хотя, из него вот течет кровь, сколько угодно крови, как в фильме Олтергейст или Оно Стивена Кинга. Давайте еще вот так вот сделаем. Пускай это зомби, привидение вселится в Сэма. Вот таким вот образом. Да, из Сэма, в Сэма вселилось привидение. В виде головы зомби, в виде головы Клира. Которая вот так вот разлетелась в облачке крови. Какой ужас. Этот мод, я после него не буду спать. Мне будут сниться ужасы, наверное. Если я все-таки пойму, в чем тут дело. Наверное, вот эти штуки рядом с потолком, это какая-то подсказка. Наверное, в них скрыт какой-то код. Но я, к сожалению, не могу ничего сделать, кроме как выбить дверь. Я даже не могу ее открыть по-обычному. Хотя мне очень бы этого хотелось. Давайте выбьем дверь. И что-то сейчас нехорошее произойдет. Что-то нехорошее произойдет. Наверное, тут, да, произошло что-то нехорошее. Давайте мы отомстим двери. Вобьем ее обратно вот там вот. Она может отомстить нам. Вот, она нам отомстила. Вот, и теперь появятся зомби и еще зомби с бензопилами. Давайте будем бить воздух и бить зомби. Да. Нам не понять всю философскую суть этого мода. Знаете, что меня на самом деле интересует? Как Сэм попал в свою комнату? Не подумайте логически. У него в комнате одна дверь. Один коридор, который ведет из его комнаты сюда. А тут дверей нет. Следовательно, Сэм забрался вот через это отверстие. А потом замуровал себя. Это единственное объяснение. Но замуровал он себя очень плохо, потому что вот эта стена отвалилась. И мы попали в, судя по всему, кухню с огромной бутылкой какого-то винича с надписями «Л Диабло», которая больше самого Сэма. Наверное, если мы это выпьем, с нами произойдет что-то очень хорошее. Мы начнем понимать всю суть этого мода. Да. Съедим вот яблоко, спрятанное внутри мебели, и возьмем боеприпасы рядом с умывальником, в котором нет крана. Кстати, если вы подумаете, что это кирпичи, вы на самом деле ошибаетесь. Это не кирпичи, это обои. Сейчас я вам это докажу. Если посмотреть сюда, на эту архитектурную деталь, то сразу становится понятно, что кирпичи бы так положить было невозможно. Значит, наверняка это обычные бумажные обои в виде кирпичей, вот так вот наложенные по стенам. Это невероятно яркие комнаты. Нам красным шрифтом говорят, что, похоже, эта дверь закрыта. Но это на случай, если мы не поняли. Вообще-то народ непонятливый, раз мы не понимаем суть этого мода. Да, нам советуют, наверное, пойти вот сюда, какой-то там переключатель нажать. Но наверняка не стоит спешить этого делать. Стоит позадуматься над философским смыслом того, что происходит. Всего, что здесь есть. Посмотрите вот на эти вот пальмы, светящиеся на стенах. Я бы тоже хотел растения, которые вот так вот красиво в стенах растут. Мне не нравятся мои обычные обои. Они мне напоминают вот это вот. Прямо бумажные кирпичи какие-то. Особенно вот эти чернеющие стулья, которые добавляют в нетущие обстановки. Вот этот вот металлический пол на кухне. Вообще кухня у Сэма огромная. Потому что через нее он забирается в себя в комнату. Он, наверное, вот так вот подкрыгивает, хватается своим молотком за потолок и лазит туда. Да, а потом замуровывает себя изнутри и идет спать на своей прекрасной каменной кровати в своем силовой комнате. Перед этим прибивая картину к потолку вот таким вот молотком, который настолько суров, что ему можно побить даже воздух. И я бы хотел себе что-нибудь приготовить, но, к сожалению, холодильник не открывается и не выбивается. Поэтому давайте продолжим познавать глубокую философскую мысль этого мода. Пойдем вот в эту комнату, где сейчас тоже, наверное, появятся зомби настоящие. Да, вот они там успели. Мы их сейчас побьем молотком. Мне очень хочется расходовать пока что патроны в горбовике Витька. Но там тоже какой-то философский смысл есть. Давайте мы лучше используем вот этот рычаг и продолжим убираться из дома Сэма. Вот медленно открывается дверь в его кухню. И, наверное, вот это вот прихожая Сэма. Ну, вы можете представить себе, как он тут заполит, оставляет обувь после работы, там, раздевает. Пальто свой кладет где-то сюда, на пол. Ну, потому что шкафов тут не купил. Шкаф Сэма... Шкафов Сэма 2. Причем один из них исчезает. Но это все проделки привидений, несомненно. И об этом нам еще говорит вот эта вот музыка. Видите, я уже начинаю потихоньку понимать философский смысл этого мода. Главное, чтобы нас сейчас не заставило идти ни на какой плеер-маркер. Ну, как сейчас. Меня против моей воли сюда затянуло. Нет, знаете, я, кажется, начинаю понимать еще лучше. Вот Сэм просто телепортируется в свою комнату, так же, как это произошло сейчас. И вот, если мы пройдем сюда, то на стенке надпись сообщает нам, что за этой стенке находится Тим. Тим. Это крика помощи. Вот посмотрите, восклицательный знак. Тим просит нас, чтобы мы его освободили из-за вот этой вот стенки. Я ничего не могу сделать. Могу у него стрелять в целую бесконечность. И Тима мы отсюда явно не освободим. Это у нас есть два черных стула. Мы можем посидеть и подождать. Возможно, Тим сам оттуда выберется. Но ждать я не стану, потому что я такой сеть. Мы очень нестерпеливый. Давайте мы лучше убьем вот этого. Сломбе. При помощи пистолетов Витька. Или кто там автор, я уже не помню. Да, на всякий случай тут лежит еще один дробовик Витька. Потому что два молотка мы, к сожалению, взять не можем. Но два дробовика запросто. Поскольку их у нас уже несколько, можно уже начать его, наверное, расходовать. Этот зомби последний, он, наверное, прятался вот где-то в районе этих обоев или под обоями. Смотрите, как-то они подозрительно тут лежат. Наверное, тут какое-то очередной философский смысл закопано. Возможно, здесь секрет находится. Вот секретная милая картина. Смотрите, милая картина. Очень милая такая брашевая картина. Тут даже есть стульчик для того, чтобы посидеть, полюбоваться этой картиной. Такой черный стульчик. Давайте посидим, полюбуемся. Милой картиной. Да, я жалею, что у меня нету такой милой картины в моей комнате. Еще я жалею, что у меня нету кирпичных обоев и растений, которые растут из стен. Тут их тоже, кстати, не хватает. Давайте съедим яблоко, которое больше Сэма. И подозрительная дыра. Я думаю, что там засада. Действительно, нам говорят, что там засада. Может, мы можем ее избежать? О, нет. Мы не можем ее избежать, потому что здесь везде засада. Вот здесь вот засада. Засада нас ждет. Поэтому нам, наверное, придется прикрынуть в засаду. Перед этим я убью всех монстров в засаде. Заседает в засаде. Вот. До сих пор засада. Вот нам говорят о том, что там засада. Видимо, это надо как-то исправить. Мы можем испортить им всю засаду. Убить всех участников этой засады. Вот, давайте проверим, будет ли опять засада или не будет засада. Вот, насколько я понял, там до сих пор засада. Вот, если я вот тут вот прыгну и задену тачфильм, будет ли засада? Да, опять засада. Вот, как вы поняли, мы сейчас сами сидим просто в засаде и ждем, как кто-то вот оттуда на нас спрыгнет. Мы ему устроим засаду. Вот в чем смысл. Вот в чем тиммаппинг. Пока мы ждем, вот тут есть такой замечательный стол. Мы можем присесть. Присесть. И полюбоваться на милую картину, которая, к сожалению, здесь одна. Очень жаль, что тут больше нету милых картин. Я бы очень хотел на них полюбоваться и полюбоваться на растениях и стенах. И вообще, по-моему, эта комната какая-то неправильная, потому что, как вы видите, в ней все стены по-разному осветлены. А все стены должны быть осветлены одинаково. То есть, полюбоваться в комнате стенах. Возможно, он начинает терять свою способность к видению в темноте. И меня даже огорчает то, что нам удастся выбить силой эту дверь. Удастся. Потому что, если бы нам это не удалось, нам бы пришлось вечно находиться в засаде в этой комнате. И, возможно, с нами произошло бы что-то очень интересное. Если нам удастся выбить эту дверь и мы выйдем наружу, это означает, что мы явно не дождемся этого, потому что мы нетерпеливы. И мы этого не заслуживаем. Поэтому давайте, пускай нам это удастся. Пускай нам даже несколько раз это удастся. Вот так вот. Большинство в этом моде делаются несколько раз. Несколько раз повторяется тиммаппинг. И мы берем очередное оружие Витька, выпиваем еще одну бутылку Эль Диабл размером с Сэма, чтобы ему было совсем хорошо. Вот. Это... Мы вышли на улицу. Вы думаете, что это улица? Нет. На самом деле это бульвар. Вот. Автор даже не поленился. Сделал коллижен у моделей. Это меня, несомненно, радует. Это фишка тиммаппинга такая. Ровно как и окна, которые наполовину заходят в никуда. И невидимую стену, через которую мы не можем выбраться из Америки, из штата Колорадо. Не можем сбежать в горам. Мне бы очень хотелось вот там попадить где-то по этим горам, но нам нужно ходить вот по бульварам этого страшного темного города, где за окнами сплошная чернота. Видимо, там творится Кроатуан, как нам сообщают об этом надписи. Все превращаются в зомби. Они начинают набегать из неоткуда на сцену. Знаете, что мне это на самом деле напоминает? Такой фильм был «Воины света». О том, как большая часть населения эти были превратилась в вампиры. А смысл таков, что если большая часть вампиры то какой смысл их всех убивать, там, не знаю, бороться с ними. Тогда получается, что все оставшиеся совсем не хорошие парни в коренном росте. Обычные люди становятся изгоями, там, плохими, а вампиры, если они просто борются за свое выживание, просто там разводят людей на фермах, чтобы их ссорить. Это, получается, хорошие ребята. Ничего там. Ладно, давайте мы все-таки покончим с этим ужасным вирусом, потому что Сэм вообще плохой парень. Он всех убивает, все население этого города. Возможно, оно превратится привидений, которые будут состреливаемыми ногами и состреливаемые груди после этого. Давайте нам еще раз удастся выбить дверь на всякий случай. Главное, чтобы нам это удалось. Нам не прекращает это удаваться, даже несмотря на все атаки в бомбе. Все-таки до конца мне, видимо, не понять суть этого мода. Я жду, не дождусь, пока за мной приедет грузовик, который надо спасти. Да. Сиреневым текстом он за мной таки приехал. Мне бы очень хотелось пойти вот туда, вот в этот вот Талант Хилл, но это мне явно не удастся в отличие от той двери. Поэтому давайте съедим яблоко и наденем рюкзак, которые прикреплены к яблоку. Сядем в грузовик в форме параллелепипеда, который нас может задавить, если мы будем неаккуратны. Но, нет, пожалуй, мы в него не сядем. Пожалуй, мы отправимся таки в этот Салант Хилл. Мне почему-то кажется, что это здание напоминает чем-то психушку. И пойдем вот так вот секретным путем совершенно, сбежим из этого ужасного города. Вот, кстати, по поводу этой архитектуры у меня рядом со мной есть такое вот заведение, которое построено так прикольно. Типа у него крыша на бок наклонена и довольно-таки приманивает посетителей. Называется к бачок на бачок. Так что тут надо дать автору должное. Он знает толк в современной архитектуре. А вот чернота в окнах меня так и смущает. Наверное, там до сих пор творится Круатуан. Видимо, мы покончили не со всеми жителями этого города, а оставшиеся... О, нет, за нами опять прибыл грузовик. Садитесь, нам приказывают. Оставшиеся жители этого города заключены вот в этой Соленхилльной конструкции. Я не могу сказать, из какого это Соленхилла. Даже в первом было больше деталей, чем здесь. Поэтому давайте мы обойдем его сзади. Может быть, там есть вход секретный. А вот это окна подвала. В подвале, конечно, как в любом нормальном Соленхилле творится самое ужасное. Наверное, самый Круатовый, он как раз находится в подвале вот этой психлечебницы, которая покрашена в текстуру египетских домов сзади. Но для этого у меня есть оправдание. Наверное, мы не должны были сюда попасть, не должны были вот это заметить. Там явно что-то не то, там какой-то заколок творится, крышей этого здания. Да. Возможно, когда-нибудь мы туда попадем, устроим там засаду, потому что нам это удастся. Ну, а пока что нам придется сесть в грузовик, как нам это приказывают сделать фиолетовая надпись месседжа в триггере. Но я этого делать, пожалуй, не буду, а остановлюсь на этом и сам стану зомби и буду ходить по штату Колорадо в Америке. Да, на этом, пожалуй, все. Спасибо.